МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тысяч военнослужащих. Минобороны назвала главной задачей маневров проверку готовности ВМФ к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров. В начале активной фазы учений принял участие по видеосвязи и верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Он отметил, что страна должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий. Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы – обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне. Сейчас с нами на прямой связи военный обозреватель Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, рады вас приветствовать. Добрый день. Итак, Россия проводит самые масштабные учения на море за последние три десятилетия. Почему, по-вашему, для нашей страны это именно сейчас так важно и необходимо? Ну, давайте начнем с формальной стороны дела. Ну, во-первых, учения, они проводятся не спонтанно, они планируются за год, за полтора, потому что это огромная машина в широком понятии, вот, и ее надо готовить и планировать и так далее. Поэтому ничего такого особого нет, что они проводятся сейчас. Но с другой стороны, посмотрите, Россия ведет боевые действия на Украине. Да, Черноморский флот и подразделения Черноморского флота за действованием, морская пехота Чехогеанского флота, под Курском мы воюем и так далее и тому подобное, да? И одновременно мы проводим учения, стратегические учения в трех океанах. Это Атлантический океан, это Северный Ледовитый океан, это Тихий океан. Одновременно мы участвуем в этом учении не только мы, но и китайские наши товарищи, наши стратегические партнеры. Но и обратите внимание, для того, чтобы вот практически на северном полушарии проводить такие учения, им надо иметь единый центр управления этим учением. То есть это спутниковую группировку, это надо устойчивую связь иметь со всеми нашими флотами, со всеми нашими флотилиями, на воде, на земле, в береговых частях. Это авиация, которая принимает участие в этих учениях. Это наши стратегические силы, морские в первую очередь, потому что мы не говорим, что в этих учениях принимают участие стратегические наши крейсера с баллистическими ракетами на борту и стратегические подводные, многоцелевые подводные лодки атомные. Но это само собой разумеется, потому что когда выходят в море большие корабли, крейсера, фрегаты, корветы, всегда возле них или под ними находятся под прикрытием этих надводных кораблей подводные лодки, которые готовы в любой момент нанести удар по нашему врагу, если это потребуется. Так что учения эти для западного аналитика, военного аналитика, это очень большой показатель возможностей нашей страны. Экономических, политических, военных, финансовых, ну и информационных тоже. Хотя мы, в отличие от меня, официальная информация не как бы такими красочными эпитетами не делится с мировой общественностью. Минобороны России показала видео пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024». Его выполнил фрегат Северного флота «Адмирал Головка». Кроме того, министерство опубликовало кадры пуска крылатой ракеты «Уран» береговым комплексом «Балки» и «Океанского флота» и крылатой ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион». Почему этим пускам придается такая огласка? Ведь за рубежом наверняка знакомы с тем арсеналом, которым обладает Россия. Ну, они знакомы с этим арсеналом, но когда это демонстрируется, как работает этот арсенал, это немножко другое, да? Мы с вами можем говорить о многих вещах, но когда доходит до дела, надо показать это. Что делает, например, фрегат «Головко». Да, у него не только крылатые ракеты «Калибр» есть. У него вот как раз есть и корабельные «Ониксы», которые можно... И корабельные «Ураны», которые наносят удары по подводным лодкам противника. Вот. И вы сейчас показываете береговой комплекс «Бастион», который может тоже наносить удары по подводным лодкам в дальности на 600 километров, которые могут приблизиться к нашим берегам и так далее. Это мощь нашего флота. И такие корабли, как «Адмирал Головко», у нас шесть таких кораблей практически на каждом флоте. На Северном, на Тихоокеанском, на Черноморском и так далее. Хотя, как я уже говорю, Черноморский флот не участвует в этих учениях, потому что он ведет боевые действия реальные. Вот. Но мы это можем делать. У нас подводные лодки, не только атомные, но и дизельные, участвуют в этих учениях. На наших подводных лодках, на современных, есть калибры. Крылатые ракеты большой дальности, которые могут летать на дальность 2000-2500 километров. Есть гиперзвуковое оружие. Так что, это демонстрация того, той мощи нашего военно-морского флота в комплексе. Вот. Я еще раз подчеркиваю, это не только надводные и подводные корабли. Это еще и береговые части, это и авиация, это и системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Это наши арктические подразделения, которые находятся на архипелаге Франции и Осипа, на земле Александры, на новой земле и так далее. Так что, это защита наших рубежей и одновременно защита наших торговых путей и на Северноморском пути, и на Тихом океане, и в Атлантике, и в Средиземном море, кстати. Тоже надо не забывать, что там находится наша эскадра Средиземноморская, которая базируется в Сирии. И она тоже участвует в этих учениях, и она тоже включена в этот контур океанских стратегических учений, которые сегодня проводит наша страна, наши вооруженные силы и наш военно-морской флот. Виктор Николаевич, в СМИ сообщается, что корабль «Маршал Крылов» — это фактически сейчас самый большой на Тихоокеанском флоте корабль, и именно с него идет управление стратегическими учениями, о которых мы сейчас с вами говорим. А что из себя представляет, если коротко, этот корабль? Ну, корабль — это вот вы называли «Адмирал Головко», «Маршал Крылов» — это почти похожие очень корабли. У него есть все необходимое для борьбы с подводными лодками противника, с надводными кораблями. Есть система спутниковой связи, управления. Вот вы показываете картинку, она на экране у вас. Так что вот эти большие шары, они закрывают антенны, которые имеют связь через космос с другими кораблями, с другими подводными лодками. Так что это мощный корабль, который всепогодный, океанского применения, и который обладает способностью именно управлять не только кораблями на Тихом океане, да, или экипажами кораблей, но и на Северном Ледовитом океане, тоже Атлантике. Это вот такая длинная рука управления на нашем маршале Крылове. Известно, что 32 представителей иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командные штабные учения «Океан-2024». Почему мы приглашаем гостей на такие важные мероприятия и получают ли, интересно, приглашения недружественные государства? Ну, во-первых, почему мы приглашаем? Есть международные соглашения, когда ученик участвует более 8 тысяч военнослужащих. Есть такой основополагающий акт России и НАТО, между прочим, который со стороны НАТО все время нарушается. Мы обязаны приглашать, чтобы люди видели, или иностранные специалисты видели, что мы не ведем агрессивную политику. Мы защищаем наши рубежи, наши национальные интересы, чтобы они... Мы открыты миру, мы же не агрессивные государства, мы не Соединенные Штаты, мы ни на кого не нападаем, да, и не собираемся нападать. Пусть они присутствуют и видят, как мы проводим учения, как мы действуем. Пусть изучают. С одной стороны, мы открыты, а с другой стороны, мы им... Это предупреждение им, да? Вот смотрите, ребята, что Россия может. Вот, вы специалисты, и вы по достоинству можете оценить нашу мощь, наши возможности. Это и предупреждение, да, вот, ребята, не шалите, лишнего себе не позволяйте. Спасибо, Виктор Николаевич, спасибо за ваше мнение о том, как проходят самые масштабные учения ВМФ России «Океан-2024». Нам рассказал в прямом эфире военный обозреватель Виктор Литовкин. Виктор Литовкин